Невский радиологический форум Потому что оно показывает, как мы с вами должны развиваться И куда мы с вами двигаемся И кто нам с вами помогает двигаться вперед Вы знаете, мне сегодня вдвойне приятно То, что мы наряду с молодежью награждаем совершенно уникального человека Совершенно уникального человека И вот эта, наверное, преемственность поколений Как раз показывает, что, во-первых, у нас очень хорошая молодежь При такой мощной поддержке учителей Которые, может быть, на сегодняшний день, как говорят наши студенты Мы более продвинутые, чем вы Наверное, это так Потому что есть техника, которая развивается стремительно И вы уже люди другого уровня Но в этой ситуации надо сказать, что, дорогая наша молодежь Без учителя никогда в жизни никем человек просто так стать не может У вас на жизненном вашем пути были родители Были школьные учителя Студенческие учителя Те, которые сегодня уже достигли какой-то еще большей высоты То есть, безусловно, это те учителя, которые вам помогают двигаться вперед в науке Это очень почетная миссия Поэтому мы сегодня награждаем человека Которому мы безмерно благодарны всем Потому что 90% рентгенологов Санкт-Петербурга Те, кто занимался наукой Они обязаны этому человеку, который имеет совсем другую профессию Он является токсикологом Какая взаимосвязь между токсикологией и рентгенологией Но об этом я расскажу вам чуть позднее Генрих Александрович, академик Человек очень известный, заслуженный деятель науки и так далее Родился в Красно-Туринске, Свердловской области Папа погиб во время войны В 1954 году человек получает золотую медаль И поступает в военно-медицинскую академию В этой академии он практически посвятил всю свою сознательную жизнь Причем поступает на непростой факультет, как вы понимаете Факультет подготовки врачей для сухопутных и ракетных войск Это вы представляете, когда это еще все было? В 1960 году он уже получает первую премию на конкурсе научных работ военно-медицинской академии А после окончания академии работает простым врачом полка ракетных войск стратегического назначения И уже в 1964 году поступает одинком на кафедру военно-полевой терапии Как все непростые и необыкновенные люди Они всегда между собой сплачиваются Так и тут в военно-медицинской академии Большая дружба Все мы с вами помним выдающегося нашего Сенкевича Я знаю его как Юра Поэтому, может быть, это не совсем удобно Потому что это выдающийся человек И вся страна его знала И наш номинант Он практически со второго курса дружил с этим человеком Надо сказать Вот я недавно вам сказала Как важно Несмотря на то, как ты двигаешься вперед Кандидатская, докторская, профессор, кафедры Дальше главный токсихолог вообще Советского Союза И так далее и тому подобное Этот человек никогда в жизни не забывал своего учителя Учитель – это не просто почетное звание Это второй родитель Которого люди, когда мы воспитываем правильно людей Должны всегда помнить Откуда ты произошел И как ты смог стать вот тем, кем ты стал на сегодняшний день Ну, вы сами понимаете, что это непростой человек И генерал-майор, и академик И вице-президент Трант И каких только должностей у этого великого человека не было Но вот столько, сколько мы все его знаем Прежде всего Он человек красивый Именно красивый Во-вторых Он совершенно потрясающий эрудит Он человек, который и внутренне богат, и внешне хорош И самое главное Это не так часто сегодня встречается Это просто интеллигентнейший человек Я хочу вам сказать Что очень много он, естественно, возглавлял различных подразделений И по настоящее время он работает И был директором уже последнего научно-исследовательского института То есть ВИЕМА Это то учреждение, которое занимается теоретической подготовкой Любого научного работника Он имеет очень много разных наград Это совершенно... Перечислять это не хватит просто времени Он помогает не только в своей стране Он очень много помогает людям за рубежом Где он только в этом не побывал Несмотря на что, еще раз повторяю, это военный человек Ну-ка, я вам сразу говорю О том, какова взаимосвязь вот этого человека прекрасного Который является токсикологом военным прежде всего 32 года он был и остается председателем диссертационного совета На котором рентгенологи защищают как кандидатские, так и докторские диссертации Причем это второй у нас после рентгеновского института Диссертационный совет, где защищаются докторские диссертации Вы посмотрите, какое количество рентгенологов прошло через эти драгоценные руки Почему драгоценные? Я вам сказала, это человек интеллигентнейший Прекрасно знающий русский язык Мы тоже прошли через этот совет Этот человек очень грамотный, читал все наши диссертации и автор-рефераты Мало того, нам казалось, что в 125-й раз мы это все так отредактировали Нет ни одной ошибки И вдруг Генрих Александрович вызывает и говорит На странице такое-то, ошибка такая-то На странице такое-то, не хватает запятой А тут о чем вы хотели сказать? И так далее За эти 32 года он стал рентгенологом Помимо основной специальности Это совершенно точно Мало того, сколько мы знаем диссертационных советов Сколько мы знаем председателей диссертационных советов Человек еще необыкновенный тем, что он настолько тактичен И настолько обаятелен Что когда вдруг диссертант начинает теряться от поставленного вопроса Во-первых, он всегда встает Во-вторых, он всегда говорит Начинает задавать вопрос Понимая, что диссертант от ископа не понимает, что его спрашивает И он, как хороший редактор Переводит это все на русский язык И тут же получает очень хороший ответ Генрих Александрович, мы все вам благодарны Но, прежде всего, приказ Приказ за неоцененный вклад в развитие отечественной радиологии Активное участие в подготовке научно-педагогических карт По специальности 14-20-13 Это специальность наша с вами Да, и за всестороннюю поддержку И на вся ассоциация мы награждали Академика Саплова-Дова Генрия Александровича Медалью профессора Мегонова Аплодисменты Спасибо. 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 И это был замечательный адвокат Петербург. И, в частности, он был адвокатом у капитана Паркода Верла, тот, который запланировал в Китае, вы помните, и он выиграл этот процесс, то есть управлять. Какой-то Шурик Кудрый, ну такой вообще живчик, такой талантливый, действительно, адвокат. В общем, это такой собеседник, с которым мне нужно беседовать. Он просто говорит, а ты молчишь. И как будто он оказался внуком Михацевича Неменова. Он сын Георги Михайловны, дочери Михацевича. Это очень интересная была судьба. Ну и мне потом уже просто было интересно, я прочитал больше, чем, ну, это вот, к токсикологу. Интересно было. И поэтому я удивлён, я приятно удивлён тем, что вот мне обязательно не профессором Неменова. А теперь по сути этой награды. Вы знаете, я, конечно, тронут, и удивлён, и тронут. Вот 32 года, вы, быть может, полагаете, что это ужасная цифра, и я тоже иногда так думаю. Потому что у нас защищаются сертанты и 28, и 27 лет, и 24 даже однажды. Но вот этот снег сделали при подготовке к 70-летнему юбилею. Ну, прекрасная форма, да? Вот почему бы её руководить советом где-то некого пола 60-летней. У меня сейчас один из хвостиков. Поэтому просто нужно иметь светлые мозги и очень доброжелательным человеком быть по существу. И я считаю, что ваша наука, вот рентгенология, ну, человек диагностики, ну, человек диагностики, и, конечно, это очень элегантный момент. Вообще говоря, мне бы всем вам, вот кто защищается, кто является членом нашего институционного совета, мне бы вам подарки дарить и медали. Потому что я получаю истинное наслаждение. Я получаю наслаждение, когда я слушаю вашу работу. А когда эти работы ещё не заурядны, а это случается, к счастью, гораздо чаще, чем вы себе предлагаете, то это просто наслаждение. Вы знаете, такая вот игра ума. И когда я вижу, как отвечает Саня, где он, Саша? Я говорю, здесь помогал. Ну, вот, в частности, его защита была. Или там Серёжа Мальченко. Ну, это вообще слава. В общем, вы знаете, это действительно наслаждение. И ведь все иллюстрации, все построения доказательства, они так выявлены, так последовательны, так строены. Это же почти что токсикология. Поэтому... А вообще методология науки едины. И это вот, конечно, издеваетесь. Вы даете на лучшие запятые. Просто... Ну, там получилось, что я в Ате работаю в почтой цели. Потом уже не могу, то стало ушло. Так там дают вам, скажем, три доктора с инсертациями, пять кандидаций, где нужно в течение полутора часа посмотреть, сделать заключение. И это не скоро чтение. Это скоро понимание того, что здесь написано. И иногда меня замечает то, что специалисту, быть может, не привычно, но это может сделать лучше. И когда я обращаю на это внимание, то я не помню, что кто-либо обижался. Я помню, здесь есть профессор Рецкович, нет? Да. Дети там, да? Вот вы пришли с супругом. Они пришли вдвоем сдавать свои докторские инсертации. Выберите себя в супречный. Ну, ваш супруг немножко так. И говорит, вот о вас видят молма, что вы там запятые выберяете? Я ему ничего не сказал. Но я был обижен. Господи, запятые выберяете – это делаю учителя третьего класса. Нет. Просто это смотришь, когда многое становится тебе понятным и видным, и доставляет тебе радость, тебе ограничение, если есть возможность делать лучше, то я, безусловно, это советую. Я хочу от всего сердца поблагодарить вас, дорогие друзья. Как вам это пришла мысль в голову? Ну, в общем, она красивая. И я ни разу в жизни, на каких бы юбилеях собственных не был, никогда у меня не было такой презентации. Я всегда ограничивался тем, что кевал в голову и соглашался. Когда добрые слова говорили, мы никогда ничего о себе не показывали. Но здесь я считаю, что изначально. Еще что я хотел сказать. Вот я хотел вам сказать, что это счастье – заниматься наукой. Вот по-настоящему у ученого есть только одно ограничение – это, сколько Господь ему дал способностей и талантов. Других ограничений нет. И если у тебя, как Николай Павлович Семенов говорит, за касаться еще раз можно еще этим заниматься, то это совершенно предстательнее займите. Я тем, кто сегодня молоды и кто получает заслуженные награды, желаю успеха. И я желаю всем здесь присутствующим здоровья, оптимизма и дружелюбия. Понимаете, вот самая благоприятная среда для человека – это вот окружение вниманием и любовью. И тогда и появится труда невероятно высокая. И тогда и долголетие плюс ком есть. И вы приходите на работу и уходите на работу с одними и те же чувствами. С чувством, что вам сегодня хорошо, а завтра будет тоже хорошо. Счастья вам, дорогие друзья. И спасибо еще раз за сегодняшнюю награду. Я не могу остаться безмолвным. Кирилл Александрович, это счастье, счастье с вами для всех нас. И буквально вот с того момента, как создали совет ученые, было для меня счастье быть вашим заместителем в совете. Практически чуть ли не 15 лет, половина этого срока. Я не могу сидеть, потому что у нас так видно. Слушайте. Ну вот еще хорошо, вы мне поможете. Знаете, у нас как бы Геннадий Александрович всегда вел эти советы очень живо. Ну и после совета мы обычно собирались в таком, ну, советском кругу. Собирались в своем совете. Ну и какие-то там тосты говорили, правда. И Геннадий Александрович всегда нам рассказывал какую-нибудь вот такую историю из своей жизни, из опыта, которая нас, конечно, очень обогащает. Я еще здесь. И вот как он рассказал, и я вот это запомнил, и до сих пор, значит, вот понимаю, что вообще профессии его как токсиколога и опасно, и сложно. Рассказал он вам, он был еще относительно молодым человеком, таким вот, как здесь вот фотографиями, да. И как-то ему пришлось, вот у нас там в Академии есть какая-то башня, в которой им пришлось там что-ли переливать за ману или за ним? Хранилище. 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 Он рассказал, как они поднялись туда. Там был жуткий холод, а не были только в одних этих военных рубашечках, под рубашечком маечка, а там такая колоссальная ответственность. Вот там, ну, грамм не терять на меня там, или микро-грамм. Как грамм. Микро-грамм. Вот. И когда я смотрю на эту фотографию, когда я ее увидел, я посмотрел, наверное, вот такой момент, ну, он сосредоточен, буквально смотрит на одну точку. Потому что, в самом деле, ну вот, профессия такая очень ответственная, очень сложная. Ну, вы же сами понимаете сегодня, вот, что творится с этими отправляющими веществами, которых уже, как бы, у нас в стране нет. Дмитрий Александрович, вы помните, как я там, когда вам предлагали быть представителем Европе на какой-то высокой должности, обещали ему там вилу, машину и все такое остальное, вот. И он нам рассказывал, сказал, что вот, а вы представители твоей природы, что ли, вот, скажите сейчас. Он отказался. Я ему говорю, Дмитрий Александрович, вы же, а с чего вы отказались? А было время, знаете, когда вообще зарплату не давали. А там, ну, обеспеченная жизнь была. Я говорю, а с чего вы отказались? Он говорит, да зачем? Я говорю, ну, не мог сказать, что у вас была бы жизнь более сытая. Я сказал, ну, мы бы гордились вами. Он мне правильно сказал, говорит, вы так гордитесь. Я, Александр, мы гордимся вами. Спасибо вам большое, что сейчас вы видите все по телевидению, вот, организация запрещения химического оружия. Что они должны там в Сирии идентифицировать яд или сказать, что там ничего не было. Так вот, эта организация, я был представителем Советского Союза при переговорах по запрещению химического оружия. Ну, и там формировалась вот эта под эгидой его структура. И там предлагали мне отдел контроля. Ну, я действительно это рассказывал. И, помните, фильм «Блондинка за фортом» же в этом роде, как владелец, была такая вздорная женщина. Там пришел плодник, какие-то там ей делали шкафчики в каюте этой ее корабля. Потом она упала за борт, ну, и так далее, и так далее. Но потом, когда оказалось, что она богатая женщина, и вот та семья, которая ее приютила, и она это объявила, что она такая богатая, то дети стали, дескать, вам теперь можно все, она сказала. И маленький, самый малыш, самый из этой семьи, говорит, а как пишется слово «Порш». Ну, вот примерно так же, когда я пришел домой и сказал, слушайте, в своей семье, что мне предлагают вот этот, вот там подъем какие-то сумасшедшие, где-то 75 тысяч долларов, и все такое, бромочная машина. Мои дети сказали, пап, ну, поехали. И начали уже думать, ага, может, вот в воскресенье будем на зоне берегу отдыхать, ну, и так далее. Я отказался. Потому что это занудливое дело. С утра до вечера быть чиновником – это, по-моему, не занятие для вообще нормального человека. Спасибо большое, Евгений Александрович. Я тоже в вашем совете защищал кандидатскую и докторскую. Наверное, здесь большинство таких. Итак, мы продолжаем наш вечер наград. И я снова приглашаю председателя наградного комитета, профессора Карлова Наталья Александровна, для того, чтобы награждать наше будущее, нашу молодежь. Спасибо большое. Я должна вам сказать, что в этом году, как никогда, мы среди молодежи имели такое количество номинантов, чему очень гордимся. здесь практически мы заслушали 50 докладов на трех основных секциях. Первая – это секция победиты и студенты. Вторая – это клинические ординаторы. И, конечно, наша элита – это аспиранты. Вы представляете, среди клинических ординаторов, это гордость наша, значит, все-таки неплохо учен, потому что их было 28 человек. 28! По сравнению с прошлым годом, когда у нас было всего лишь 13. Вы представляете, в этом году было 16 студентов, которые приняли участие в конкурсе. В прошлом году даже их не было. А про аспирантов и говорить нечего. То есть из такого количества детей и подростков мы выбрали лучший из лучших. Причем, чтобы вы понимали, выбирать было очень сложно. Марина Геннадьевна Бойцова, которая отвечает за этот раздел, вынуждена была разработать прямо целую шкалу, по которой начислялись баллы для того, чтобы быть абсолютно объективными. Эти баллы потом суммировались и, безусловно, только так мы получали истинное положение вещей. Итак, первыми, конечно, после Елены Александровича должны быть студенты. Это наше будущее, совсем будущее. Первое место. Первое место. Получает Евтухова Яна Михайловна. Первое место. Это наша гордость. Яна Михайловна, к сожалению, находится на дежурстве. На дежурстве. Поэтому получает сам научный руководитель. Нет, я не научный руководитель. Научный руководитель Александр Владимирович Кристалёвов и Александр Юлиевич Иванов. У неё твое. А я просто отбирала на дежурстве. А-а-а. Так. Пожалуйста. Пожалуйста. Здоровья! Второе место получает Нургатина и Ира Ильясова. Но нам пришлось не вручить эту премию. Она уже улетела Это Казань Третье место Биболова Анелия Кальмин-Жанова Астана Следующая номинация победителей Конкурса Моевических Ординаторов Здесь нам совсем было трудно Потому что их было 28 человек И нам настолько были красивые клинические наблюдения Что нам по решению комиссии Пришлось добавить дополнительно наградные места Первое место получает Антибин Денис Андреевич Товарищи терапевты Это лучевая терапия Ордин Смаж АПЛОДИСМЕНТЫ По вторым местам Кандерлир Роман Андреевич Пожалуйста, просьба АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Третье место. Три номината. Четыре аж целых номината. Первый это Иннатва Вероника Дмитриевна. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Петрова Александра Дмитриевна Колесниченко Оксана Михайловна Колесниченко Оксана Михайловна Два вторых места. Зинкевич Ксения Владимировна Семенова Мария Дмитриевна АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Уличное место. Попомов Андрей Юрьевич АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Уважаемые друзья, мы вас всех поздравляем искренне. Желаем вам успехов АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Помните, что у вас срок и деферсация должна быть выполнена сроком. Счастливого вам пути! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Друзья, гармония награждения еще не заключена. У нас еще есть команды, командный вид спорта. Это называется конкурс «Невские звезды». И я приглашаю к месту, к этой трибуне, руководителя, вдохновителя. Тот, кто задумал, тот, кто срежиссировал и провел этот конкурс, Юрий Васильевич. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. Я бы хотел сказать, что задумал Олимпиаду не я один, сделал ее не я один. Я хотел бы всех поблагодарить. Сказать огромное спасибо всем. Сказать огромную благодарность за то, что дали нам победу. Это возможность показать себя, показать ординаторов, показать действительно талантливых и умных людей. Хотел бы кратко отчитаться, что у нас было заявлено 14 команд. К сожалению, доехало у нас только 7 по различным обстоятельствам. Это отсутствие финансирования, это невозможность прибытия сюда. В результате количества участников у нас было 25 человек. Города участники представляли собой как регионы, так и столицу. Также она у нас была международная. Спасибо огромное прекрасной команде из Казахстана, из Астаны, Равшан и Джану, за то, что они приехали с ней. Конечно, хотел сказать, что у нас было большое количество конкурсов. У нас было 2 дня конкурсов. Один из которых был интеллектуальный клуб «Что, где, куда». Мы объясняли, почему он назывался «Что, где, куда». Это чисто рентгенологический конкурс. Наши знатоки играли как друг с другом, так и с профессорским преподавательским заставом. Вопросы им задавали только профессора. Команды были с различными названиями. Это «Резонанс», «Алара», «Бюргольская лаборатория», «Маринка», «Кириоситас», «Арт» и «Волга-Х-Рей». И, конечно, хотели бы сказать огромные слова, просто гигантские слова благодарности Владимиру Максимовичу Черемисину. Мы хотим обстанавливать. Спасибо вам огромное спасибо. Это президенту Конгресса Андрею Владимировичу Мищенко. Спасибо. Прекрасный, замечательный Наталья Викторовна Данилян. Мы очень вам благодарны за то, что вы нам так помогаете и столько делаете для нас. Мы очень вам признательны. Спасибо вам огромное. И, конечно, нашим спонсорам и помощникам, и тем, кто дарит подарки нашим прекрасным ординаторам. И это Невсхириологические форумы, это МПЦ медицинской радиологии, это компания АПС и, конечно, компания ГРБ. Ну и наш организационный комитет в составе прекрасных девушек, мужчин и всех. Мы очень благодарны вам и очень я вечно благодарен каждому из них. Каждый человек внес свою лепту. Он не спал ночью, он трудился на благо этой Олимпиады. Поэтому мы хотели бы наградить команду и, в первую очередь, мы хотели бы наградить наш особенно интересный конкурс. Это конкурс лучшего видеопредставления команды. Это команда, которая из города Смоленска, команда Кириольского центра. Потрясающая команда. Проходите сюда. То есть, как я вам на конкурсе. Прекрасная команда, их видеоролик победил по итогам общего голосования. К сожалению, у нас не работает аудио, но мы выложим это в наши социальные сети. Я думаю, что у всех будет возможность посмотреть их замечательный, интересный и очень смешной ролик. Поэтому мы благодарим вас и награждаем вас как победителей конкурса лучшего видеопредставления. Еще бы хотели сказать, что для всех участников Олимпиады, каждому компания IPS дарит электронный атлас анатомии и анатомии. Я думаю, что многие из вас знают, что это очень дорогой, но крайне полезный и нужный атлас для того, чтобы получать образование и обучаться дальше. Поэтому все участники Олимпиады получают подписку на атлас и анатомии. Третье место заняла команда из Астаны. Невероятно интересная борьба была за выход в финал, но в полуфинале им не хватило всего лишь 50 баллов для выхода. Поэтому мы заслуженно получили третье место. Я думаю, что в следующий год команда может спокойно претендовать на первое и второе места. Спасибо вам огромное. Спасибо большое. Спасибо вам огромное. Поддержать команду. И привезли к нам в столь замечательных ординат. Спасибо. Второе место заняла команда «Резонанс» из города Москвы. Я думаю, что те, кто присутствовали на нашей Олимпиаде, видели, что борьба за первое место была крайне сложной. Нам доставило туда заинтруднение, поскольку команды шли вслед-вслед. И мы хотели бы сказать также, что это те команды, две команды, вышедшие в финал, занятшие первое и второе место, они заняли первое и второе место в отборочном этапе, который мы проводили в Москве. И они даже не боролись, но и не смотрели победителя. И они приехали сюда, и победитель придется только в связи. Это команда «Резонанс» из города Москвы. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И самое почетное, первое место. Мы приглашаем команду, которая называется Алара, из города Москвы также. Золото! Помимо этого, мы бы хотели, поскольку это очень интересная интеллектуальная игра, мы бы хотели наградить господина Груздева за лучшие ответы и за самые лучшие игрокам. Поздравляем вас, господин Груздева. И очень важно, что мы хотели бы сказать, что первому месту МФЦ медицинской радиологии дарит интерактивный курс 72 часа по базовому курсу МРТ. Хотел сказать спасибо большое, спасибо огромное. И я хотел бы, чтобы каждый увидел тех людей, которые участвовали вместе со мной в организации этой Олимпиады. Представьте, пожалуйста, друзья. Спасибо огромное. Дорогие друзья, ну вот и подходит к концу наш праздник, второй день. Он не менее волнительный, потому что мы уже подводим итоги и награждаем победителей. И мы уже должны проанализировать, наверное, первые неудачи, какие нас постигли, почему мы не заняли первое место и почему заняли второе место. Но мы все выиграли. На самом деле, я считаю, что победа заключается в том, что эти два дня мы провели с достаточно высокой активностью, с высокой информативностью. Мы получили заряд энергии, стимул для достижения новых целей. И, конечно же, когда рядом с нами, это легко сделать, когда с нами рядом такие учителя находятся, мы помним о них. И в рамках форума были секции, посвященные нашим учителям, их школам. Это очень хорошая традиция. Я думаю, что мы будем продолжать. И, конечно же, нам легко работается, когда мы понимаем, присутствовав при некоторых конкурсных заседаниях, мы понимаем, что молодежь, которая растет рядом с нами, мы, может быть, не так часто обращаем на нее внимание, но когда вот эти моменты, гордость, конечно, существует, она есть. И действительно, ребята молодцы, показали уникальные знания и уникальную способность выходить из трудных ситуаций и достигать какого-то быстрого решения, правильного, максимального. Это очень радует, у нас есть перспективы и у нас есть будущее. Действительно, этот Невский форум несколько отличался от предыдущих и был выбран определенный формат. Мы не стали радикально его менять, но мы следуем духу времени и непрерывное медицинское образование вносит свои коррективы. Мы сделали четыре школы по четырем направлениям основным. Мы это видели, мы усовершенствовали систему регистрации и за первый день было зарегистрировано почти полторы тысячи участников. Это действительно серьезный показатель. Да, я думаю, что за второй день было меньше, конечно. Я думаю, что это действительно серьезное количество участников, которое было, и ради этих желающих прийти и услышать, стоит проводить такие мероприятия. Действительно, Невский форум и НЕЛ определенные особенности в формирование секции были секции, выделены для особых почетных гостей, так называемые почетные лекции, которые наши уважаемые учителя сообщили или доложили подрастающему похоронению. Были секции, которые включали мультимодальный разбор тех топовых интересующих проблем, которые сейчас обсуждаются на площадках всего мира и Европы, на ведущих конгрессах. Были и другие заседания, которые запомнятся нам. Интерактивные голосования и разборы интересных клинических случаев. Этот Невский форум, один из форумов, который обратил внимание на наших помощников, без которых нам невозможно сделать хорошее исследование на рентгенолаборантов. И несколько секций было посвящено проблемам рентгенолаборантского дела. И сами рентгенолаборанты выступали, докладывали результаты своих трудов, и делились своим опытом, и рекомендовали какие-то новые технологии, новые приемы для того, чтобы повысить качество тех изображений, которые приходится нам интерпретировать. Это запоминающийся форум. Действительно очень приятно, что я, встречая в коридоре, пробегая из одной аудитории в другую, слышал лестные слова. Эти лестные слова, прежде всего, были сказаны мне, нет, но они обращаются к вам, потому что именно вы сделали этот форум таким. Именно программный комитет, президиум форума, который заседал неоднократно, каждый из членов президиума программного комитета думал о насыщении программы. Мы ужали программу в два дня, но она не потеряла своей актуальности, не потеряла своей информативности. И это вот такая интенсивная работа в течение двух дней, конечно, она запомнится многим. Я надеюсь, что форум будет расти, форум будет развиваться. И тот корабль, о котором я говорил при открытии форума, он будет набирать обороты, он будет расти, увеличиваться. Количество кают, палуб будет расти, количество участников, которые могут посетить этот корабль, будет увеличиваться. И скорость будет опирать обороты, и мы будем нестись по волнам лучевой диагностики, и будем преодолевать любые препятствия совместно. Спасибо вам всем. Я еще хотел поблагодарить действительно технический организационный комитет во главе с Натальей Данилян, которая, наверное, самое большое испытала напряжение, и это физическое напряжение, и психоэмоциональное напряжение, свести, согласовать, написать просительные письма. Я знаю, что Наталья Данилян уже, наверное, специалист по вопросам выдачи ВИС в нашем МИДе, потому как были проблемы с грузинской делегацией, но она их успешно преодолела. И грузинская делегация приехала к нам, я довольна, все получилось. Все было очень хорошо, все было очень позитивно, и я надеюсь, что следующий форум будет краше, лучше, успешнее в нынешнем. Спасибо вам всем. Дорогие друзья, ну вот мы обычно на нашем последнем линии тугов мы оглашаем президента следующую форуму, которая у нас состоится в следующем году. Дорогие друзья, мы будем обсуждать, наверное, на Пасху попасть, не попасть на Новости от Пасхники, потом не попасть на День Тихмонавта, то есть это сейчас все-таки соблюдение. Но это мы будем обсуждать, наверное, с вами президент. Ну а решением нашего визитума, а это произошло у нас где-то в Евраре, сейчас я не буду называть точку дату и номер протоколы, мирогласа было принято решение, избрали президента Невского юридического форума 2019, Падеса Радникова. Глубоко уважаемый Владимир Максимович, глубоко уважаемый Наталья Александровна, глубоко уважаемый Андрей Владимирович, глубоко уважаемый Генрих Александрович. Дорогие друзья, с момента получения из рук Генрика Александровича диплома о присвоении ученой степени доктора медицинских ног я мечтал я мечтал я мечтал я мечтал я мечтал я мечтал и одно из сокровенных моих таких вот мыслей и одним из сокровенных желаний было стать президентом дорогие дорогие друзья я считаю что вот все кто здесь остались сидеть должны и кто еще не был все должны мечтали мечты сбываются и дорогие друзья я был на пяти секциях и на этих всех секциях царила любовь кто-то пытался сказать что не туда посадили и какой-то не то отчество может быть где-то было написано в программке но царила любовь и я хочу пожелать чтобы в наших отношениях царила любовь потому что только с любовью наш лайнер который вот был запущен пришел в ту гавань куда он ланировал потому что не все корабли доходят туда куда нужно потому что когда полу раскачивают когда капитан думает не о том а суда приходит не в ту гавань я думаю что нашими совместными усилиями при нашей совместной работе и конечно при моем не безответственном отношении следующий форум будет направлен на то чтобы наша профессия наша специальность была еще более востребована чтобы результаты которые получают наши любимые нами пациенты были еще более глубокими обоснованными неправильно спасибо вам огромное за доверие я постараюсь его оправдать я спасибо вам большое